Приветствую вас! Да, конечно, вам нужно вести себя по-другому, это безусловно. Совершенно очевидно, что что-то из того, что вы делаете не совсем верно, не совсем правильно. Совершенно очевидно, что что-то из того, что вы реализуете с людьми, со своими потенциальными партнерами в общении. Что-то, очевидно, из этого вы делаете не совсем правильно, не совсем верно и чем-то людей вы отталкиваете. Хотя, безусловно, я не очень, не очень могу понять, да, не очень могу понять, что именно вы делаете не так. Ну, просто потому что мало очень информации, мало информации, которую вы... ну, мало информации о вас, вот, чтобы понять, значит, данную историю, данную ситуацию. Вот, я могу надеяться только на то, что вы обратитесь к кому-то из нас и более... ну, более подробно рассказываете свою историю, проконсультируетесь, мы тогда уже будем несколько лучше понимать историю, что несколько лучше отдавать себе отсчет в том, что с вами происходит и в чем у вас конкретно проблема. Смотрите, основная сложность, ну, вот, в выстраивании общения заключается в том, что нужно постоянно развиваться. то есть развитие происходит как за счет получения новой информации и интереса, ну, реализации, реализации вашего интереса, вот. Исходя из того, что действительно вас интересует, так и исходя из отношения к другим людям, по сути. Вот, поэтому, поэтому, первое, что нужно для общения, это исключительно четкая, исключительно четкая позиция по тому, что вы делаете. То есть тут нужно четко понимать, что вам интересно, тут нужно четко отдавать себе отсчет в том, что вас интересует, вот, что интересует и, соответственно, ну, почему интересует. Вот, и выстраивать отношения с людьми по данному вопросу, вот, что является очень и очень важным, вот, для взаимодействия с людьми. Следующее. Следующее, это цель. То есть нужна конкретная цель, для чего вам общение. Общение. То есть общение нужно, чтобы что? Конкретно. Общение нужно, чтобы как? Вот, потому что в общении нежелательно быть замотивированным очень сильно. Базовое общение и базовую уверенность в себе вы получаете от своих родителей в своей семье. Поскольку вам девятнадцать лет, то я полагаю, что к своей семье вы привязаны еще достаточно сильно, ну, в плане того, что мама и папа играют для вас немаловажную роль. Ну, вот. Вполне возможно, что у вас не получается выстраивать общение именно по этой причине. по причине того, что вы слишком сильно завязаны на своих родителях. Во многих причинах в чем-то еще. В любом случае, так или иначе, ваше желание, то есть то, для чего вы хотите выстраивать общение, общение, для чего вам оно нужно. Вот. Вот это нуждается в корректировке. Это нуждается в корректировании. Так или иначе. Для того, чтобы, скажем так, снизить уровень вашей мотивации. Как я уже сказал. Вот. Ибо мотивация, в данном случае, ну, ничем хорошим. Сверх мотивация, в данном случае, ничем хорошим не завершится. Сверх мотивация, в данном случае, ничем хорошим не закончится. Вот. К сожалению, для вас. Ну и, соответственно, да, нужно анализировать ваше поведение, нужно анализировать то, как вы себя преподносите, как вы выстраиваете общение и так далее. Все это, безусловно, нужно исследовать. Все это, безусловно, нужно осмотреть и корректировать. Так что, я думаю, что в целом, в целом, что это реально сделать. То есть, реально вам найти себя, найти свои интересы. Реально начать что-то делать для того, чтобы реализовывать свои интересы. И реально, уже по этому поводу, взаимодействовать с людьми. Еще раз, люди не могут быть самоцелью, как не может быть самоцелью общения. Само по себе. Знаете? Ваша основная проблема в том, что общение для вас является самоцелью. А это значит, что вам чего-то не хватает. Вам не хватает любви, то есть, с принятием его, но не хватает внимания. То есть, обратной связи. И так далее. Общение само по себе, целью быть не можно. Постарайтесь это, пожалуйста, понять. Чем лучше и быстрее для себя вы это поймете, тем быстрее вы сможете взаимодействовать с людьми наименее замотивированным. А значит, у вас появятся все шансы для того, чтобы выстраивать как раз таки адекватное общение с ними. Если вы понимаете, о чем идет речь. Вот. Я надеюсь, что у вас это понимание теперь появилось. Вот. Ну. Значит. Соответственно. Соответственно, да? Соответственно. Ваше поведение так же нуждается в корректировке. Это безусловно. Ваше поведение так же нуждается в корректировке. Вот. Вопрос только в том, что это за корректировка. Вопрос только в том, как вы будете действовать, да? То есть. Будете ли вы серьезно идти к своей цели, которая у вас есть вот на данный момент. То есть цель вспоминовать определенный круг общения, да? Или цель, например, реализовать свой интерес. Это как бы лучшая цель. Вот. И понять, возможно, более качественно понять свои желания, которые у вас есть. Вот. То есть вы говорите о том, что вам хочется общения, да? Но, как я уже сказал, это не может быть самой целью, как и для кого. Это всегда есть какие-то подспудные желания. Вот. Ну, базовые потребности по маслу, например, вы можете изучить сами. Вот. Как правило, общение это потребность в собственной значимости. Ну, как, 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 как вариант. Вот. То есть эта история, вот она примерно такая. Об этом. Вот. Пока что вам нужно посмотреть, что конкретно вас интересует. Вообще, что вас интересует. Что вам нравится и чем бы вы готовы, чем бы вы готовы были заниматься просто ради, скажем, процесса. Ради процесса. Вот. Не ради какого-то результата, да? А ради процесса. Вот. Чем вы готовы были бы заниматься. Определите этот момент для себя и начните именно с этого. Вот. Общенность. Общение. От слова общий, да? Общие это расширение вашего кругозора. Чем сильнее вы расширяете кругозор, тем большим количеством людей вы общаетесь. Разбирать свой кругозор нужно исключительно в соответствии с вашими интересами. И только тогда общение будет живое. Вот. Ну, а конкретным уже навыкам общения тут нужно обучаться непосредственно в индивидуальном режиме. Потому что, ну, понятно, что вы уникальный человек со своим набором счет характера. Вот. Своим набором особенностей. Вот. И понятно, что это нуждается в корректировке. Вот. Надеюсь, что вы отдаете себе в этом отсчет. Отсчет. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. КОТ как почувствуют кожу? После ничего до решения того, что там не давайте делать пишут своим выступлером. Объоруе. Вм crave. Так.